итак всем привет сегодня пятница у нас такая сейчас об фэмили прогулка я уже теплее одета как вы можете видеть он там машиной короче вот так вот сниму но не видно но я в теплом дутом пальто шарфики но без шапки я вообще не ношу шапки я очень не люблю это вообще если я в шапке это значит ну минус 30 наверно из освещения не видно но мне сегодня очень красивый макияж такие клёвые переходы и выполнял я полностью макияж бровей глаз рисовала стрелку набором кистей новым набором кистей который так собачка уходи вот который мне пришел с алиэкспресс набор стал значит 214 по моему рублей за 8 кистей то есть да вот максимально бюджетно насколько это вообще возможно обязательно чуть позже сниму обзор все вам покажу расскажу поэтому сейчас не буду спойлерить вышли мы гулять и я тут должна была информацию до вас донести все думаю как бы это сделать тактичней значит случилось у меня тут неприятность значит мы моей маме покупали сыворотку сыворотку от евроше которая знаете такие четыре ампулки 4 ампулки с пипеточками в белом чемодане чемодан скорее шкатулка наверное кожаная такая красивая но вот кто смотрит кто знает продукцию в расшете сразу меня и думаю поняли потому что это очень такая популярная вещь она достаточно дорогая мы ее брали по акции за 2000 рублей по-моему я могу ошибаться по моему стоит на 3 за полную стоимость и вот мы ее заказали через интернет магазин она к нам пришла и мама ей начала пользоваться чего подойдем прямо пойдем туда в центр на круг ну вот мама начала пользоваться этой штукой и в итоге чему мы пришли мама говорит что она пахнет странно сыворотка сама я испугалась потому что вроде все в порядке с сроками годности все должно быть хорошо но мама дать она прям отвратно воняет я пришла тестирую реально есть какой-то посторонний запах но он идет не от продукта я поняла этот запах от значит резиновой штучки которые на пипетке сверху ну вы поняли да вот на которую надо нажимать чтобы продукт втягивался само как бы тело пипетки и воняет настолько отвратно что я вот у мамы потестировала эту пипетку эту сыворотку и у меня руки воняли до вечера запах омерзительный просто боль того если чему-то потом прикасаешься запах переносится на предмет очень плохо почему я вообще об этом говорю да ведь сам ты продукт по сути неплохой да но вот если бы я делала подарок и кому-то подарила да и его такой был бы запах я бы чувствовался жутко дискомфортно поэтому моя задача наверно в преддверии новогодних праздников вас предупредить я не знаю думайте сами решайте сами не факт что это будет у других продуктов до этой же линейки я кстати под видео напишу как эта линейка называется но и не так что этого не будет и поверьте если вы подарите такой подарок вам дико дискомфортно стыдно и вообще человеку будет неприятно который получит это в подарок и небольшое превью расскажу что нас ждет на этих выходных у нас у моей бабушки юбилей ей 18 ну ладно хорошо 25 пускай будет и мы будем его отмечать я вас постараюсь взять с собой на укладку покажу как у меня будет макияж может быть даже вместе пойдем по украшаем зал вот не знаю все может быть так что в любом случае оставайтесь со мной я должна это снять жесть какая-то не я вообще нормально отношусь как бы так сказать силу профессии таким вещам значит они все равно шокируют эти гигантские туши это вообще человек пришла камеру новость пометкой шок как говорит сейчас магните магните в обычном не в гипер значит висел плакат и значит там написано что копейки за наш счет то есть магнит округляет ваш чек с копеечками то есть в нашу сторону если у вас человек на там 10 рублей 15 копеек то эти 15 копеек магнит нам великодушно прощает с одной стороны прикольно потому что честно и я прям мне тяжко было когда вот я вижу что там продавец округлил кассир точнее до округлил немножечко не в мою сторону и вроде как бы скандалится из-за этих там 20 копеек не хочется и все равно обидно какое-то счет что не объегорили вот честно а тут на тебе пожалуйста этот значит аттракцион невиданной щедрости для заметки на полях я опять-таки короче всех агитируют за шоу в ашане уже но кстати какой мне маникюр посмотрите это я вчера ноготочки сделала супер-бупер но не сама конечно у меня просто хороший мастер так вот значит ашан много лет уже делает скидку ну там так и написано если вы человек рассмотрится там скидка столько там копеек если у вас чек вышел с копеечками поворачиваем за моей спиной кстати наша поликлиника вот знакомая с детства родная вот так что вы так представляете магнит теперь будет нам отдавать долги ой да ой да ой да моя ты хорошая как ей нравится на качельке кататься ну что смотрите что у меня есть шарики мы идем сейчас супругом я такая вся всклопоченная или накрашена волосы или уложены ну идеальный короче вариант для бьюти блогера мы идем сейчас украшать а кстати смотрите что у нас есть подъезде собачки мы идем украшать бабушки кафе вот обычные шарики там растяжка шарики гелевые вот так что все сейчас постараюсь снять как мы это сделаешь постараюсь вам в окошко снять короче к нам приезжают фермеры которые привозят свое молоко таких как они в бочках не бочек не знаю короче сейчас покажу и тут выстраиваются очереди сейчас я вам это сниму сейчас секунду ну короче мы приехали кафе а тут как бы закрыто и сейчас звоним хозяевам чтобы нас пустили нас пока не пускают вот так что сидим ждем а у меня как бы время мне еще надо до укладки до места укладки доехать ну собственно вот что у нас получилось то есть вот так вот шарики цветочки вот гирлянда с юбилеем вот я считаю что очень даже симпатично получилось вот у меня супруг там еще вешает еще шарики вот и мне нужно срочно выдвигаться сейчас на самом деле уже без 20 11 у меня в 11 укладка если я опоздаю мастер убьют у нас установили на пашку вот на то есть как бы да у вас тоже такое было когда опаздываете сильно все короче против вас это знаете когда срочно нужно в банкомате деньги снять обязательно перед тобой какой-то очень медленный короче не поверите я вот сейчас сниму что я на посту вот значит нас тут усиленно разводят на деньги не поверите я вот постояла послушала я конечно не ориентируясь но полицейские очень такие интересные люди ну то есть он там одну претензию супругу озвучил супруг ответил на нее что как бы меня развести не удастся он другую ему претензию предъявил супруг опять ему ответил короче в итоге пойдемте проверять документы ну пошли они проверять документы у меня супруг вежливо он никогда не там не не хамит не сцепляется с ними он всегда так очень весело на позитивчике вот но да и как бы я сейчас поясню я сижу сейчас таком месте то есть но мне выйти скажем так и пересесть на общественный транспорт не вариант я опять таки в полях так что вот так а еще знаете что мне интересно как они прошли вот это вот перри перри аттестацию или как там не хотят аттестация называлась тут с таким избыточным весом ты там не пробежишь вообще этот норматив я уже молчу про подтягивание отжимания и прочую лабуду так что идем к моему мастеру сейчас может быть я и даже вам покажу тут просто я вот сейчас можно вот как бы дороги да я не хочу во втором своем влоге опять обсуждать тут что в стране все плохо вот но если честно мне печально потому что это не ну как сказать но это наша наша лень наше неправильное поведение сейчас секунду зайдем туки туки привет мастер на месте на этом а можно тебя снимать мастер не разрешила снимать я короче в следующий раз когда уже включусь для вас то будет чудо монтажа для меня это будет долгая работа над своими илюш ты можешь зайти над моими волосами потом в следующий раз когда уже включусь я уже буду с красивой головой ну короче как то так я не знаю насколько очевидно но у меня бешеный объем у меня у меня от поверхности головы но наверное вот так вот волосы мне кстати мастер делала прикорневой объем ну помимо фена там и так далее да вот такой малюсенькой площадкой от babyliss такая гофре да которая для прикорневого объема я прям загорелась мне она нужна если у вас есть такая площадка я думаю кого на есть и поняли и такая крошечная вообще такие как щипчики не знаю прелесть если есть напишите мне стоит вообще брать не стоит потому что может быть она только хороша в руках мастера и сама я не смогу и ничего делать короче опишите ну что ну вот я могу продемонстрировать свой макияж прическу немножечко я помяла потом исправлю я сделала матовые губы не видно к сожалению мою коррекцию она выглядит достаточно естественно ну что глазки но вот опять-таки не видно я сейчас покажу я использовала для вообще торжественных всяких мероприятий я всегда беру вот такую палеточку от мейкап ателье это т-22 принципе мой образ готов вот у меня тут никуся у никуся кстати обалденное бархатное платье потом я надеюсь что будет ветер меня не услышите ну короче что я хотела сказать сколько не готовься все равно выбегать будешь попыхах я готовилась две недели наверно к нему рождения и все равно я не до конца собрана ой как ветер раздувает мои волосы не так нравится вот так что мы решили идти пешком потом случае чего сходить за машиной это все тут у нас недалеко гости там уже собираются вот и мы мчим у нас уже началась фотосессия вот гости только собираются мы уже начали тут постепенно значит присматривать за столом лучшие места обратите внимание никого за столом нет кроме моего супруга вот так потому что самые хитрые занимают место заранее есть еще такая фраза смешная мама может быть дура но на фотографиях всегда в центре хотела рассказать что у нас за фотограф я уже заблестела кстати обратите внимание значит фотограф у нас алексей хоруженко у него есть свой канал на youtube тоже вам рекомендую про рыбалку про всякие гобблеры спиннинги лёша помашет камеру я оставлю вам ссылку под видео вы сможете на его канал подписаться и собственно посмотреть у него много чего интересного на канале я думаю вам понравится что я пришла домой что хочу сказать ну классно провели время но я хочу сделать акцент на моем макияже вообще-то но смотрим ближе да на мне была база под макияж benefit пор фэшнл которая там матирует наглухо в ноль до смотрим матирует то есть вот это вот видите как бы да вот весь лоб я собственно блещу как дискобол как бы тональный крем от клиник который тоже обещает матирование пудра мак которая блод чего-то там ну то есть пудра которая поглощает кожное сало которая тоже супер матирующая самая матирующая у мак ну по заявлениям конечно самого производителя тоже она нам не да ну вот видим что единственное что не сильно блестит это вот здесь у меня бронзер от его мозаик самый бюджетный вот ну собственно все тени остались собственно практически не в измененном виде единственно что ну на мой взгляд они немножечко потускнели хотя хотя может это мне так кажется тушь немножечко отпечаталась то есть но вот как бы ни один из тех люксовых продуктов которые были на мне кроме теней мейкап ателье хотя они не люкс они проф ну короче ладно ни один из люксовых продуктов себя в принципе не оправдал на самом деле но отдать должное то есть я танцевала я веселилась я нервничала когда говорила тост и так далее да то есть но в принципе вся косметика поплыла вот но я ни разу не поправляла то есть все по честному я не припудривалась я не проходилась по лицу салфетками матирующими так что ну вот как то так делаем выводы ну что я думаю что мне пора заканчивать это был такой очень длинный насыщенный уикенд спасибо что провели его со мной мне очень приятно пишите комментируйте ставьте лайки подписывайтесь на мой канал спасибо что вы со мной мне это очень приятно всем спасибо и пока